Кальвин Это значительнейшая фигура реформации После Лютера Всё равно после Лютера Я имею в виду не по времени, а вообще по значимости Лютер остаётся лидером Первопроходцем нет И потом ещё одна особенность Лютер сердцем искал Бога Кальвин прежде всего учёный У него железная логика С ним невозможно спорить Он иногда говорит безжалостные вещи, которые Лютер никогда не смог бы произнести И у него была железная дисциплина в церкви Он свою церковь воспитывал, чтобы они были христианами Он верил в это Лютер во всём видел, что это воля Божья, это дело Божье И он очень многие вещи видел, что человеку это невозможно сделать Это Бог делает Обречение, покаяние Мы будем с вами потом сравнивать Лютеранское и Кальвинистское Взгляд на вот эти все духовные закономерности Значит, годы жизни 1509-1564 Это француз, Кальвин француз, Жан Кальвин Но он бежал из Франции, бежал в Швейцарию Потому что во Франции начались гонения на реформаторов И он уехал в Швейцарию Однако, история такова Так же, как и отец Лютера Отец Кальвина хотел, чтобы сын был юристом И сделал такую карьеру И тот начал учиться на юриста И даже написал какую-то работу Исследование римского философа Сенеки Но эта работа никем не была замечена Она потом и самому Кальвину уже не нравилась И он начал писать письмо Вот этому королю Франциск I, король Франции Он, Кальвин, стал заступаться Загонимых претестантов И королю объяснять Что это напрасно преследуете Это верующие люди Которые основываются на Библии Их верования Библейские верования И он начал все это объяснять Начал объяснять этому королю глупому По очень-очень простыми словами Я бы хотел сказать, что Кальвина легко читать Он адресовал этому королю, чтобы он понял И он начал им объяснять Суть десяти заповедей Суть моисеевых заповедей Суть нагорной проповеди Суть молитвы Отче наш Эта структура называется Это наставление в вере И он начал вот эти простые вещи Простым языком Очень глубоко объяснять Но до короля это все не дошло Однако, почему я все это вам упоминаю В 1535 году он, собственно, написал наставление В христианской вере Примерно это одна пятая часть Окончательного объема Он будет всю жизнь писать и добавлять И сейчас у нас четыре тома Толстых И он отправился в Странбург Это центр учености С богатейшей библиотекой И он собирался там заниматься учеными трудами Может быть, продолжать эти наставления в христианской вере Отправился он в Странбург По дороге он заехал в Женеву В Женеве реформатором был вот этот человек Фарель Гильом Фарель Он так обрадовался, когда видел Кальвина Он говорит, что Бог прислал мне Ты будешь мне помощником Я один не справляюсь Здесь нужно проповедовать, народу объяснять Защищаться надо, обличать надо Я один не справляюсь, оставайся, будешь мне помощником Надо церковь формировать, надо церковь воспитывать Кальвин говорит У меня свои дела в Странбурге Я намерен туда ехать У меня свои личные планы Мне никак в мои планы не входит Оставаться с тобой в Женеве Ну тогда Фарель сказал ему Заменитую фразу, которая в Библии встречается Если ты это не сделаешь Бог пришел другого А ты не оказан Ну и тот, испугавшись, остался И он по-честному сел И стал трудиться Над определением Какова должна быть церковь Какой должен быть город Какой должен быть Какие наказания Какая дисциплина Какая все В общем, женевцы изгнали Кальвина Выгнали они его Выгнали Потому что он им такие условия поставил Вы понимаете ли Он же будет наказывать за сон в церкви За то же ты был на собрании И не можешь проповедь пересказать Ты чем слушал? Каким местом ты слушал? Почему ты не можешь рассказать на учение? Вот Потом, значит, он, конечно Это против выпивок Против там танцев Против легкой жизни Что-то святая церковь должна быть И церковь его выгнала Он сказал Ну, это Что же, поеду в Страсбург Как я и собирался И он поехал в Страсбург Знаете, тот фарель Это был такой эпизод его жизни Собственно, в Страсбурге Он занимался библиотеки Ученые разговоры Вел Но вы знаете, что Это было с 37-го по 38-й Два года был в Страсбурге А потом Тут есть перерыв такой 38-й по 41-й год Он в Страсбурге нашел французскую общину Дело в том, что город его Это город Женева Женева – город Кальвин Но в такой же степени Его детище – это французские гугеноты Он занимался французской общиной Французскими гугенотами И он впоследствии Впоследствии он создаст вероисповедание Для французских верующих протестантов Ведь французы по-иному галли Галлия Это будет галлиганское вероисповедание Национальное вероисповедание Для гугенотов Но это позже Пока он назидает французскую общину Там, в Страсбурге И вот он получает послание От церкви в Женеве Эти агрессивные кантоны католические Грозят взять Женеву Восстановить там католическое богослужение Репрессии применить к верующим протестантам И в общем церковь возопила Кальвину Возвращайся Потому что мы в реальной опасности У нас может восстановиться католичество Возвращайся Мы согласны на все условия На всю твою дисциплину И он вернулся Он вернулся в 41-м году И до 63-го года Пойти до конца своих дней До конца дней, да В 64-е он умерет Он будет фактическим руководителем Женевы И будет формировать город В котором проездом Нет, вернее, один год там пробудет Реформатор Шотландии Джон Нокс Который один год будет учиться в его академии Академии И он поживет этот год в Женеве И он скажет, что это рай на земле Это приветливые люди Это безопасность на улицах Это здравое учение Это благоговейное поведение в церкви Этот мир и порядок в семьях То есть это рай на земле О чем только можно мечтать Но это он побывал уже Когда была академия создана Это будет в 59-м году То есть сильно позже того времени, как он приехал А когда он приехал, он застал город Вот в этом коротеньком фильме, что у него есть Если у нас будет возможность, мы сегодня посмотрим его Там показано вот это такое Когда из-за куста бросают камни, в стекла разбивают Когда идет женщина и падает, она пьяная, потому что на ногах не держится Ну такой вот город И вот он взял в руки его И первым делом это началось в церкви Он начал заниматься церковью Его было убеждение, что церковь нужно и должна воспитывать И добиваться благочестия, благоговения Вы понимаете ли? И его учение о предопределении Его учение, что... Очень жесткое учение Что если ты забываешь проповеди Если ты спишь на собрании, то ты проклятый вообще И ты Царства Божия не достигнешь Ты не можешь спасенным быть Понимаете ли? Он говорит... То есть если спасение твое Это совершает Бог, конечно Но видно оно в твоем поведении Если ты сомневаешься, или не слушаешься Или забываешь, или не брежен Так ты не спасенный И вот это очень сильно всех Все хотели быть спасенными Никто не хотел ватвить Это очень держало Вот в общем Ну и значит его главное дело жизни Он закончил этот труд свой, наставление вере Создал академию В 1559 году И вот выпускники ее Вот если кто читал мою книжечку Там я цитаты провела Надо ли доставать мне, прочитать это? Это же цитаты Два месяца маленькую книжечку Сейчас вам найду Мне уж очень понравилась Понравилась эта характеристика Значит, кальвинизм создал новый тип людей Сыгравших огромную роль Не только в религиозной жизни Европы и Америки Но и в экономическом перевороте В политических бурях начала капитализма И вот как характеризует этих новых людей Сторонний наблюдатель То есть со стороны смотрит это Эти люди Отличавшиеся от окружающих Темной простой одеждой Коротко стриженными волосами Суровой внешностью Неразговорчивостью Враждебные всем удовольствием Всем искусством Вечно с молитвой, псалмом Или текстом писания на устах Повсюду несли уверенность В правоте своего дела И колоссально концентрированную энергию Подстегиваемую сознанием греховности Каждого часа Проведенного без пользы и трудов Во славу Божию Этот подсказ наших братьев Написан без сочувствия Вы чувствуете, как Недружелюбно написано Но все его черты Они близки Нашему сердцу Сомнение Это дело сатаны Говорил Кальвин Характеризовал предопределение Как предвечный промысел Божией Большое дело начинается С малого пожертвования И пятью хлебами Можно накормить Пять тысяч человек Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию, о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте ТВ-семинари.ком Эта Женева Стала ведь символом Женевия всех Лигерной конференции Дух Женевы В Женеве все банки Все прятают свои богатства Там не было Столетий Там не было войн Не было разрушений То есть Это Это все дух Женевы Это все сделало То, что там Это был Кальвин И тоже так Там далеко, конечно Не Кальвинистская Женева Сейчас Там и головы бродят И еще там Занятные вещи происходят Но вы понимаете ли Что очень долгое время Действовало Вот это дух Особенный Который там Было создан Так вот Первое слово Чигбана Это Это что имеется То-то Полное Тотальное Погибшись человека Погибшись Разгощенность Все погибло Падшись Погибшись Падшись И Полное Жутка полная Падшая воля Разум Чувства Воображение Память Что Вы понимаете То есть Что мы помним Или что мы запоминаем Это тоже падшее Затем Что наша воля хочет Воображение Какие картины Нам рисуют Вы поняли меня Так Все падшее Полное Тотальное Дальше Тюльпанты Идем Да Это Незаслуженная благодать Невусловленная благодать Ничем не обусловленная Анкадыш Никакой никакой Незаслуженная 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 Благодать Ни почему Причины Нету Условий Нету Ни потому Что я Самый падший Ни потому Что родители Ни потому Что Я какие-то Дела добрые Сделал Это то Что Лютер Выражал Словами Вопреки Тому Что Несмотря на то Что Вопреки Тому Что Совершенно А это слово Limited Ограниченное Ограниченное Искупление Потому Что Это Незаслуженная Благодать Избивается Не на всех Людей А кто-то Ее получает А кто-то Ее не получает Благодать Он понимал Тоже Что это Общение С Богом И кто-то Входит В эти Тесные Отношения С Богом Прединяется За крестом Кто-то Нет Это Ограниченное Искупление Вот Мы сейчас Вокруг Этого И будем Беседовать Ограниченное Искупление Ну Потому Что Простым Открытым Взором Смотрит Карвин Он видит Этот Человек Спасенный Возрожденный А этот Нет Где Причина Где Искать Первую Причину Ну Вот Значит Бог Этих Избирает Этих Не избирает Ну Это мы еще Обсудим Так А Любимейшее Мое слово Непреодолимое И резистопол Нельзя Сопротивляться Богодать Непреодолимое Богодать То есть Когда Бог Касается Твоего Сердца Сопротивляться Этому Невозможно Ты Сдаешься Ты Побежден Ты Божья Милость Тебя Охватывает Теснит Тебя Я Где Такое Интересное Писнение Читала Вот Это Охватывает Теснит Это Подобно Тому Как В час Кик Вы Чувствуете Себя В вагоне Когда Со всех Сторон Жмут Вот Это Такое Значение Ты Небо Не денешься Благодать Она Тут Все Ребят Кругом А Вот Это То Что Заставляло Всех Подтянуться Персевол Или Терпение Или Настойчивость Святых Или Терпение Святых В смысле Настойчивости Если Все Это У тебя Есть Если Ты Вот Это Незаслуженное Избрание Получил То Ты Обязательно Будешь Настойчив В Своем Хождении Сохранять Будешь Эта Благодать Искать Бога Свидеться Для Него Трудиться Для Него Ходить По Путям Учиться Его Путям Библии Проникаться Вы Понимаете Если Этого Нет То Ничего Это Воображение Пустое Ты Поняли Какая Могучая Сила Заложена В Этом Учении Ну Теперь Немножко Просуждаем У Калерина Было Центральное Убеждение Все Кто 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 Управляет Управляет Кто Все Направляет Кто В конце Концов Приведет К желанному Концу К славе Своей Кто Сделает Так Что Преклонится Перед Христом Всякое Колено И Победа Будет Полная Это Все Предрешено Это Все В руках Божьих Он Владыка И Это Придавало Огромные Силы Переносить Любые Испытания Вот У меня Выписано Я Очень Я люблю Эту Его Фотографию Она У вас На книге Изображена Тоже Видно Человека Много Пострадавшего Он Болезненный Был Потом Вы прочитали Историю Женитьбы У него Как у него Ребенок Родился Как он Погиб Этот ребенок Как он Сказал Я не знаю Насколько Родители Связывают Дети Но я знаю Насколько Родители Связывают Мертвый Ребенок Вот Это Привело Его К известному Взгляду Его На Христианскую Жизнь Еще До напечатания До публикации У нас Наставления Это Христианская Жизнь Она Маленькой Брошюркой У нас Подавалась Везде Где он Пишет Что Человек Ты в этой жизни Ты никак Не можешь Удобно Устроиться Если У тебя Жена Она Может быть Больная Как у него Получилось Если У тебя Здоровая Жена У тебя Могут Больные Дети Если У тебя Здоровая Жена И Здоровые Дети У тебя Нет Денег Если У тебя Есть Деньги У него От того факта Что не все Принимают Евангелие И в то же время От той веры Что Бог Всемогущий И находится Вне закона То есть Бог мог бы Всех Обратить И суждения Божьи Непостижимы Для него Абсолютно Его свобода И спасения Всех Людей Или как Топлета Ищите нас В поисковых Системах По запросу ТВ-семинария Система Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok